Мешает суп кочерёшкой, угли убирают поварёшкой. Сахар рассыпет в бульон и очень доволен он. Кто-то был в винегре. Когда? Когда починили свет. Ещё раз читаем, побыстрее темп. Повар готовил обед, а тут включили свет. Повар леща берёт и отпускает в компот. Бросает в котёл паренье. В скетку кладёт в варенье. Мешает суп кочерёшкой, угли убирает поварёшкой. Сахар кладёт в бульон и очень доволен он. Кто-то был в винегре, когда починили свет. А почему было весело? Главное, что когда тут кратит. То он сахаром посыпет, то леща не туда положит. Да, вот как было весело. Читаем ещё раз. Повар готовил обед, а тут отключили свет. Повар леща берёт и опускает в компот. Бросает в котёл поленье. В печку кладёт в варенье. Мешает суп кочерёшкой, угли бьёт поварёшкой. Суп сахар сыпет в бульон и очень доволен он. Кто-то был винегрет, когда починили свет. И так, вот моё сало. Прошло три дня. В рассоле и в моей солевой, солевой, перчёной вот этой вот массе сало пролежало три дня. Теперь я вот так беру и ножом всё-всё счищаю. Вот сюда вот выкладываю на тарелочку. И всё. И буду убирать просто в кулёк и в морозилку. И всё. И по мере надобности достаю кусочек, нарезаю. Сало получилось обалденное, ребята. Приготовьте, пожалуйста, по моему рецепту. Оно уже в меру просолилось, в меру проперчилось. Чесночка впитало сколько надо. В общем, сало просто бомбическое. Уже сейчас наступают времена, когда хочется уже сало покушать. Ой, очень вкусно. С чёрным хлебушком. Это просто бомба. Так что приготовьте обязательно по моему рецепту. У меня сегодня вот такой простой обед. Тыквенный суп с греночками. Я всегда к тыквенному супу вот этот вот бородинский хлеб сушу. Со сливками супчик. И сальца нарезала. Ой, ребята, какое оно у меня вкусное. Вы посмотрите, мягкое-мягкое. Я его уже почистила. Утром убрала в морозилку. И всё, оно уже, смотрите, застыло. Отличное сало. Попробуйте, ребята, по моему рецепту обязательно. И вот так с тыквенным супом, словашиком. Это въедение. Всем приятного аппетита, кто кушает. Всем привет. Мы с Ромочкой едем в город. К стоматологу. Да, Ром? Да. К Ольге Николаевне поедем. Вчера я позвонила. Договорилась. У Ромы. В общем, зуб. Он шатается. Но он тот большой, который. Вот. Поэтому она посмотрит. Уже скажет, что надо делать. И мы проконсультируемся. Ну, и заодно погуляем. Нам надо по городу прогуляться. Покажем. Мы вам Сочи. У нас сегодня жарко. Я в своем любимом костюмчике. В общем, поехали. Берем вас с собой. Всё. Вперёд. Всем привет. А мы уже идём по городу к стоматологу. Приехали сегодня. Что-то мы ехали так долго. На машине сегодня пробки. То ли время такое было обеденное. Не знаю. Но ничего. Доехали. Всё хорошо. Поставили машину на стоянку. И теперь идём. Рома немножко трусит у нас. Потому что там зубик как бы ему не вырывались сейчас. Вот. Поэтому мы его настраиваем. Что он мужик. Что надо терпеть. Что всё надо преодолеть. Вот. Чтобы ничего не боялся никогда. Да. Так что, в общем, мы идём. Я сегодня, посмотрите. Своим любимым костюмчиком. И у нас очень жарко. У нас сегодня 26 градусов. Мне кажется, все 30. По прогнозу 26. Представляете? Конец октября. Великолепная погода. Мы сегодня хотим ещё на море съездить. Поедем. Возьмём вас с собой. Говорят, вода. Прелесть. Ну всё. Мы к стоматологу. Наша любимая стоматология. Ольга Николаевна наша любимая. Всё. Поднимаемся мы к ней. Ну что, друзья мои. Мы вышли от стоматолога. Рома категорически отказался вырывать зуб. Хотя надо. Ольга Николаевна сказала, что это как бы лишняя возможность ловить бактерии. Вот то, как сейчас зуб сидит. Но Рома отказался категорически. Вот так вот. Мужчины не переносят. Никакой боли. Никакого терпения нет. Ну что сделаешь? Ладно. Мы едем домой. Ребята, сегодня я решила приготовить голубцы. Я уже мясо разморозила. И уже его перекручиваю с луком, с чесноком. У меня сегодня смесь свинина-говядина. Здесь я уже рис отварила. До полуготовности я его довела. Одну пачку риса. Все, у меня он остывает. А здесь я уже, смотрите, что делаю. Капусту. Делаю ее так. Немножко как бы провариваю. Здесь в микроволновке. Она уже мягкий. Вот верхний лист уже, смотрите, мягкий. Я могу уже, в принципе, заворачивать. Ну, еще сейчас. Вот так. Все. В общем, у меня здесь все на мази. Сейчас дальше я все перекручиваю и покажу, что буду я дальше делать. У меня работа вовсю кипит. Я уже фарш приготовила. Яйцо сюда добавила. Специи добавила. Мясо. Рис. Очень красивый фарш у меня получился. Капуста. Вот в микроволновке. Смотрите, как я быстро. Я уже давно, ребят, не делаю в кастрюле капусту. Эту не варю. С нее этот сок течет. Нет. Все. Вот я в микроволновке. И потом вот так вот убираю эти листочки. И по листочку вот так потом заворачиваю голубчики. Смотрите, какие красивые, аккуратненькие голубчики у меня получаются. Обожаю голубцы. Это самое мое любимое. Это вот голубцы. Обожаю. Сейчас я что буду делать? Я их сначала предварительно пережариваю. Вот так с двух сторон на сковородке. А потом делаю поджарку. Лук, морковь. Пожарила. Потом буду выкладывать голубцы сверху. И потом томатно-сметанной заливкой заливать. Очень вкусные у меня голубцы. Очень. Вот эти вот все остатки я ничего не выбрасываю. У меня вот эти кочерыжки, которые плотные. Вот эти вот я их убираю. А все остальное я все в голубцы пускаю. Ничего не выкидываю. Все вкусное. Молодая капуста. Я сегодня прям взяла такую капусту. Молоденькую, хорошую. Ну вот так. Работаю дальше. Ну вот у меня голубчики уже с одной стороны поджарились. Я их сейчас вот так переверну. И с другой стороны поджарился. Вот когда я прожариваю вот так голубцы, изумительно получается. Вот мне очень нравится, когда они вот такие вот с прожарочкой. Ну не знаю, я так уже очень, всю жизнь так готовлю. Мне так нравится. Кто-то без прожарки. Ну мне кажется, это самый оптимальный вариант приготовления. Так, здесь я уже приготовила две морковки. Сейчас я буду натирать на терочке. А это вторая партия голубчиков. И еще у меня остался фарш. Ну я его уберу для тефтелей. Потом сделаю. Все, сейчас натираю морковку и буду делать поджарку. Морковку и лук. Ну вот, мои голубчики готовы. Объедение. Правда, пришлось мне их уже готовить к вечеру. Набраться надо силы воли как-то, чтобы не попробовать голубчика. Потому что завтра новый день. Много-много работы. Пришлось сегодня готовить кушать. Ну, это здорово. Голубцы готовы. Самые вкусные голубцы на свете. Друзья мои, всем добрый вечер. Ну что, мое средство для сердца готово. Клюква, изюм, мед и грецкие орехи. Настоящая кладезь витамина для мотора нашего организма. Все, я уже все размяла аккуратненько. Теперь сейчас беру баночку, помыла. И теперь сейчас в баночку все-все буду вот так складывать. Теперь у меня это средство будет храниться, настаиваться. Я вот так баночку сейчас переложу. Настаиваться будет две недельки. Надо, чтобы настоялось это все. И витаминчики для сердца готовы. Так что обязательно, ребята, для себя вот такое вот снабвие для сердца обязательно надо приготовить. Надо помогать витаминами, кормить себя. Все на сегодня все, друзья мои. Всем доброго вечера и до новых встреч. Будьте здоровы!